Клещи проснулись и очень активны. Причем нападают опасные насекомые не только в лесу. Поцепить клеща сейчас можно и в городе. Так уже случилось с двумя Первоуральцами. Один из них прогуливался в районе этой аллеи. Второй случай произошел на улице Строителей и лишь третий за пределами городской черты, в районе озера Чусовое. Первый укус клеща в этом году зарегистрировали в Первоуральске еще в начале апреля. Ранние покусы связаны, скорее всего, с погодными условиями, что стало тепло и как только потеплело, клещи сразу же выползли на охоту. Все покусанные взрослые, непривитые. К счастью, во всех трех случаях клещевого энцефалита обнаружено не было. Но надеяться на удачу не стоит. Врачи не устают повторять. Самая надежная защита от инфекции, передаваемых клещами – вакцинация. В прививочных кабинетах сегодня очереди. Активность сейчас вакцинации, конечно, возросла. У нас сейчас каждый день достаточное количество людей идет вакцинироваться. То есть осознанно идут защитить себя от этого грозного заболевания. И что это, конечно, радует. Евгения Шмакова ставит прививки против клещевого энцефалита более 15 лет. Говорит, лучше перестраховаться. Пенсионерка много времени проводит в саду. Его не сразу определишь. Дня через два только определишь, что он надулся кровью уже. А его даже не почувствуешь, он по тебе бегает ищет место. Клещи бывают ведь и инфекционные. Что вот инфекционный, если заразит, то эта болезнь легче пройдет. А если так, смертельные случаи бывают. Евгения Шмакова все делает правильно, говорят специалисты. Ведь садоводы и жители частных домов сейчас должны быть особо внимательными. Обязательно самые взаимоосмотры. То есть, если человек 15-20 минут поработал на открытом воздухе, то лучше всего посмотреть друг на друга, нет ли клещей. Клещей снять ни в коем случае не раздавливать, а лучше сжигать. Если клещ уже присосался, нужно немедленно обратиться к врачу. В травмпункте насекомое вытащат и отправят на экспертизу. Также при необходимости поставят иммуноглобулин. Но бывает и такое, что пострадавший находится далеко от населенного пункта. В этом случае придется справляться своими силами. Это делается по правилам. То есть, ухватываться должен хоботок близко к коже. И клеща надо выкручивать против часовой стрелки. Не за горами майские праздники. По традиции, в эти дни многие горожане отправятся на природу. Чтобы избежать неприятной встречи с клещами, нужно заранее позаботиться не только о шашлыках. Необходимо приобрести репелленты, а также подобрать защитную одежду.